А, Миша Юзленко. Ну, знал. А, ну Миша, елки-палки. С неподдельной радостью и не скрывая эмоций, они увидели друг друга впервые почти за 40 лет. Владимир и Михаил познакомились в Минске в институте, когда им было около 30. Завязалась крепкая дружба, вместе они учились, тренировались и путешествовали. А помнишь, когда в аспирантуру поступали в ресторане, когда сидели, это дело отмечали, и, значит, когда рассчитываться начали, один забыл деньги в торгой, и мне пришлось рассчитаться, а мне завтра лететь, и у меня денег нету, и мне пришлось это занимать еще. История за историей. Им так много хочется рассказать друг другу. Их связь оборвалась в 1983 году. Владимир после учебы вернулся в Барнаул, Михаил улетел в Германию, потом в Штаты. Все эти годы друзья пытались найти друг друга, но не получалось. Пока Михаил не увидел сюжет, который выходил на нашем телеканале в августе 20-го. Недавно он написал нам в редакцию с просьбой помочь найти контакты товарища. Помогла организовать встречу директор школы, в которой, уже будучи пенсионером, Владимир продолжает тренировать детей. Мне вот, правда, до мурашек. Это настолько приятно, когда такие встречи происходят. Мне даже самой хочется встретить ту подругу, которую я не видела 30 лет, например. Какое это будет впечатление? Наверное, это надо пережить, чтобы это рассказать. Но мурашки есть по коже, когда они встретились. Волновался, как влюбленный юноша. Думаю, ну, 300 лет вы не виделись. Это же, помнишь, как в Таллине ездили? Да помню, конечно, в Таллине. Я всем рассказываю, как я ездил и как там они жили. Как за границей жили, помню. Но в Таллине мы были, да. Михаил сохранил записки и фотографии, которые теперь хочет передать своему давнему другу. Кстати, Владимиру 15 января исполнится 75 лет. Такая неожиданная встреча оказалась для него настоящим подарком к юбилею. Ну, я вообще еще не могу, это самое, как в состоянии эффекта нахожусь. Эйфория такая, значит, самая интересная. Ну, молодец, конечно. Ну, я вам благодарен. Ёлки такое, а. Все-таки это самое, уже под старость лета это. Приятно, приятно такое. Я даже не ожидал. У обоих взрослые дети и пятеро внуков на двоих. Михаил сейчас в Белоруссии, но часто бывает в Москве. Владимир продолжает работать, занимается музеем и не перестает держать себя в отлично физической форме. Несмотря на густую седину, подтягивается и даже показывает приемы. Бросает и... Вот так. Воспитанники не скрывают, здоровью и силе духа тренера можно только позавидовать. Работая сейчас тренером, я до сих пор поражаюсь его энергичностью, как он с нами занимался, как он придумывал, что он изобретал, что он для нас делал. И пытаясь даже, ну, скажем так, хоть что-то повторить, хоть малое, но я понимаю, что это легендарная личность, и поэтому переплюнуть, наверное, будет сложно этого человека. А так, очень благодарен за то, что я попал под его шефство. Так или иначе, жизнь сложилась у обоих. На виртуальной встрече закадычные друзья обменялись телефонами и адресами. И не переставали благодарить судьбу и наш телеканал за настоящее чудо, которое случилось через столько лет. И хочу высказать особую благодарность телеканалу «Толк», который сумел сделать по-настоящему новогодний подарок для меня и моего друга, с которым мы не виделись с 1983 года. И сегодня, за все эти долгие годы, мы впервые услышали и увидели друг друга. Благодарю вас, что вы существуете, что вы есть, что вы делаете такие добрые дела. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.